Беларусь 1 и Беларусь 24 Наш специальный гость Петр Николаевич Симоненко Украинский политик, первый секретарь ЦК Компартии Украины Спасибо, что приехали, добрый вечер Добрый Спасибо Ну, естественно, тема номер один Наверное, сейчас единственная тема в белорусских, да И, наверное, европейских медиа Хотя, может быть, я и преувеличиваю Эта тема политической обстановки в Беларуси Нам, конечно, интересно любое мнение И таких авторитетных и маститых политиков, конечно, как вы Здесь, в этой студии, вы находились в вечер Когда закончились выборы Тогда мы, ну, у нас было не очень много информации Мы могли только предполагать, чем это все закончится Ожидания были тревожные Мы говорили о том, что просто так это все не оставит Ну, примерно так оно все и случилось Как бы вы оценили то, что произошло после этого в Беларуси? Приветствую всех наших телезрителей Хотел бы еще раз обратить внимание на то, что мой взгляд, мой взгляд Он не просто взгляд постороннего со стороны Он взгляд, сформированный в результате того, что мы в Украине прожили нелегкие эти шесть лет Причем они все 30 лет нашей истории, так называемой независимости Несколько Майданов И вся логика, которая развивалась процесса на Майдане, как первый 2004 года, так и 2014 года Для нас было понятно В 2004 году Ющенко не пошел на этот Майдан с кровопролитием И там то же самое было сделать Тогда они надеялись, что в принципе приход националистов По сути дела, нарождающихся неофашистов в Украине Даст им возможность спокойно манипулировать общественным сознанием и управлять Украиной При общих лозунгах, когда, как говорится, многие чепчики в воздух бросали и визжали от восторга А мы, коммунисты, предупреждали Прежде всего, пока не вернется в Украину украинская политика для украинского народа Пока не будет решен вопрос о перспективе развития Украины с точки зрения выбора В том числе и внешнеполитической интеграции Я считаю, что большую ошибку совершал тогда народ Украины Ну а если говорить о сегодняшних событиях, непосредственно касающихся Белоруссии Очевидным является то, что вас никто не оставит в покое Поэтому для меня очень важно понимать, насколько консолидируется здоровая часть общества Потому что у нас разные есть группы в любом обществе Есть довольные, есть недовольные Да и это нормальный процесс Другое дело, как мы можем услышать друг друга Чтобы, если в отношении кого-то несправедливо поступили, исправить ошибку И помочь ее не допускать в отношении других людей А с другой стороны, разобраться тогда, а куда мы движемся И как общество становится вот именно по-настоящему каждый член общества патриотом своей страны Первое, о чем я хочу высказать вот взгляд со стороны Через кровь украинского народа, через собственные испытания Через последствия вот всего того, что произошло для будущего Украины Первое, надо понимать тогда, что предлагают сделать Вот, допустим, у нас тоже очень много воплей было Европейская демократия, Европейский выбор и прочее-прочее А мы предупреждали коммунисты Прежде чем говорить о векторе, куда мы двигаться предлагаем Давайте разберемся тогда Вот мы стоим крепко ногами на такой-то базе Вот такие-то у нас возможности сегодня Мы хотели бы развивать Украину в таких-то, таких-то направлениях Давайте социально-экономический прогноз Экономический анализ, обсчета этого социально-экономического прогноза Кадровый потенциал, ресурсный потенциал, все, как говорится Меньше пустых слов, больше цифр, да? А больше дела, конкретного дела, которое дает возможность потом человеку увидеть Европейскую интеграцию нищая, бедная Украина пришла На задворках Мы с периферийной экономикой сегодня Экономика сырьевая Европа сама уже стыдит нас и признает Вы же не промышленно развитое государство Вы аграрная страна Аграрная страна, извините, это на паперти, с протянутой рукой И ходим, постоянно просим Поэтому я сегодня, говоря, вот анализируя эти события Еще раз хочу высказать свою точку зрения Прежде чем, услышав какое-то предложение Поступить и действовать Надо понимать, что этот человек предлагает Взамен чего, что он будет делать Какой у него потенциал для этого Какие он ресурсы предлагает Откуда он будет, как у вас сейчас Я тогда смотрел, я своих товарищей предупреждал У вас же Остап и Бендеры поприходили Те, которые называют себя оппозицией Он же говорит, запад нам поможет Не питайте никаких иллюзий Запад никогда помогать не будет Я почетный член парламентской ассамблеи Совета Европы И сколько раз выступал там И с трибуны парламентской ассамблеи Говорил, что вы лживы в своих посылах Которые вы адресуете украинскому народу Вы двойные по характеру своих интересов Вы, с одной стороны Вы, с одной стороны, вас, мы спасли Советский Союз, белорусский народ, украинский народ Российский народ, весь советский народ Спас от фашистской чумы А вы нас на одну, как говорится, ступеньку поставили Признавая режим Нацистский и советский Да, советский режим и фашистский режим Как одни по последствиям Или в истории таком оценят Я сейчас предложу и коллегам присоединиться После одного момента то, что сейчас происходит Вокруг Беларуси, но в западной части Прибалтика, Польша и Украина Иначе, как истерикой, на мой взгляд И цирком назвать нельзя Мы обсудим каждую из этих стран Естественно, нас интересует Украина И Зеленский предложил еще раз провести выборы Только демократичные И посла Украина отзывает И Кулеба заявил о том, что мы замораживаем Это министр иностранных дел Завораживаем отношения И вы принимаете людей, которые отсюда уезжают Членов Координационного совета Важно понять, почему это Я сейчас предлагаю посмотреть одно видео И предложу вам порассуждать По этой причине Или причины более глубинные Давайте посмотрим То есть спецслужба Украины Главное управление военной разведки Под руководством Бурбы Готовила спецоперацию По выманиванию вагнеровцев Вместе с американцами Их должны были усадить в самолет в Минске Повезти якобы в Стамбул А по дороге Самолет должен был приземлиться В Украине Да Дальше на второй стадии Уже выбирались И посмотри Этой операции больше года Она была супер секретна И супер серьезна Ее разрушил один телефонный звонок То есть человек набрал кого-то И сказал Рассказал об этой спецоперации Слов я не знаю Но мы восстановим Я знаю, что был звонок Это всплывет Кто звонил И знаю, куда звонил И кому Человек из ближайшего окружения президента В ближайшем Ну, это Андрей Богдан Злава офиса Зеленского Который рассказывает о том Что вот эта история С вагнеровцами Или кем они были С российскими гражданами Была спецоперация украинских спецслужб Ну, наверное, не без помощи И американских спецслужб И то, что после этого произошло В отношениях украинско-белорусских Конечно, вызывает полное какое-то непонимание Как такое могло случиться Лукашенко даже в базу миротворец был занесен Человек, который сделал все для того Чтобы закончилась война на Донбассе Причина в этом? Обида? Или все-таки более глубинные причины? Я хотел бы обратить внимание Как у каждого из нас Граждан, кто свидет за политикой Всегда чувство возникает А имеешь ты моральное право Отдавать советы соседу Когда у тебя бардак в стране Когда у тебя идет гражданская война И людей не смеет Автобусы расстреливают И автобусы расстреливают Ты имеешь право давать советы Ты у себя вначале наведи порядок Это первое А у тебя выборы, когда казак Гаврилюк Попадал в парламент Были честными, демократические выборы? Да, какие демократические выборы? Ну, я же был участником этого процесса Я же понимаю, когда против меня Ходили эти банды вооруженные с палками И пытались так подавить психологически Чтобы не принимали коммунисты участие в выборах Это все было На моих товарищей сколько избивали 400 уголовных дел возбуждено Против нас коммунистов сегодня В связи с тем, что мы занимаем откровенную Открытую позицию Я хочу этим подчеркнуть Что вот мы увидели с вами Мы увидели с вами новый этап Межвидовой борьбы Межклановой внутри Потому что в данном случае Он, Богдан, как глава администрации А это не профессиональные люди Я не говорю, что он адвокат, как юрист Я не ставлю под сомнение Я говорю о том, что они пришли управлять страной И когда они сегодня дележом занимаются И его поперли с администрацией Его, так сказать, попросили Да, поэтому сейчас идет межклановая основа борьба И в зависимости от того Как один из олигархов Или второй из олигархов Ищет какие борьбы Так а Беларусь при чем здесь? Вот вопрос в этом и заключается Что вторая сторона особенностей Украины Ни одного политика, я имею ввиду Находящейся во власти И этим режимом Возлелеенных им Таком поднятых Нет ни одного, который бы проводил самостоятельную политику Тот же Зеленский Но я на выборы шел Я же предупреждал Вы слышали, как у вас за миллиард долларов прокурора снимают Да, не голосуйте ради бога Потому что будет продолжение той же политики Которая была при Порошенко И усиление зависимости внешней Колоссальное произошло Мы с вами говорим о событиях здесь А они рта не могут открыть самостоятельно Ничего сказать Да, у нас экономического суверенитета нет Потому что как таковой экономики уже сейчас нет А политический суверенитет Вот он, например, типичный Если он у нас присылает с Прибалтики Министром там Или Укроборонпрома А он и проходимцы уже приходит Они вообще не знают, что такое предприятие оборонной промышленности А говорят, что он так будет возглавлять это Или я уже не говорю о министрах Приходили американка, министр финансов Ну хорошо, раздеребанили так Экономики Навели порядок Финансов нет Навели называется порядок То же самое и я говорю по этому заявлению Поэтому будьте всегда предельны Фучик не случайно предупреждал Люди, будьте бдительны Ваше отношение к тому, как Украина себя ведет Вы знаете, вот скажу честно У меня была некая надежда Когда выбрали Зеленского О том, что все-таки этот человек Он не из политики И возможно какая-то будет Не стандартная линия поведения К сожалению, вот Прошло совсем немного времени И очевиден тот факт Что линия поведения Зеленского Ничуть не отличается от той линии Которая проводилась ранее Соответственно, не этот человек Управляет процессами страной Этим человеком тоже управляют Вот это очевидный факт Ну то, о чем Петр Николаевич говорит Да, а второй момент Желание кого-то в чем-то обвинить И ввязать в свою историю С точки зрения собственной выгоды Либо сведения с кем-то счетов интересов К сожалению, это я полностью поддержу Это добрая традиция Уже давно на Украине Они могут разрушить даже Межгосударственные отношения В угоду клановых разборок И, к сожалению, такие вещи Мы наблюдаем сегодня в мировой политике Все чаще Это не феномен Украины Это абсолютно стандартная ситуация Президент Украины говорит Про какие-то стандарты демократические Которые, естественно, нужно уважать А права человека А права на жизнь В Украине уважают Будь все-таки расследована Расстрел небесной сотни в Украине Или нет Спустя столько лет Хотя весь мир, конечно, знает Кто это сделал Но я все-таки задам этот вопрос Я позволю сейчас Потому что очевидец был И с трибуны парламента Я неоднократно выступал Когда только начался этот процесс Я в декабре 2013 года Майдан только разгорался В декабре 2013 года Обращаясь к сочинникам Украины Сказал И прошу, говорю, верующим Передайте Обеспокоенность коммунистов В Украине будет гражданская война Если сейчас не остановим процесс Который затевает на Майдане Против украинского народа Там же ж в Убле были Однозначно Вот Евровыбор И приехали таком представители Западных властей Украины И что я хочу Чтоб здесь белорусские Наши друзья и товарищи Я очень люблю ваш город Поверьте, я это искренне говорю И дорожу нашими отношениями Обратите внимание На то, что сегодня Связано с тем Почему так разгорелся Этот костер и пожар Мы с вами говорим о Зеленском А Зеленский то выражает Интересы Как украинского олигархата Так и естественно Транснациональной корпорации Через позицию штатов И Объединенного Запада А ведь почему это стало возможно? Потому что Они опираются не на волю Украинского народа А не на требования олигархата Олигархат сегодня Колоссальное зло По уничтожению национальной Как говорится Самостоятельности Украины В Украине Потому что он По природе своей Выводит капитал Он космополитом Становится Для него самое главное Его деньги И где ему хорошо А приходит один или другой Только для того Чтобы они договорились Сегодня с одним Завтра с другим И приумножить Своего богатства Посвольте я добавлю Но совершенно вы правильно Все сказали В присутствии Нашего гостя из Украины Наверное вам точно Не станет открытием Что 40% бюджета Украины Уходит на обслуживание Внешнего долга А в следующем году 60% А какой суверенной политики Может и страна Все больше и больше Берет этих внешних займов Все больше и больше Теряя экономический суверенитет Продавая землю Потеряв значительную часть Своего трудового населения Которое уехало За границу И те люди Которых вы называете Олигархами Куда они выводят Свои средства Они тоже становятся Зависимы От этих самых Зарубежных стран Где у них есть дома Где учатся их дети Где находятся их счета И там их давно Уже приняли И обработали Поэтому здесь Не так все просто Есть вопрос Белорусского выступа И здесь есть Объединение Всего этого Новообразованного Прозападного кольца Там Начиная с Украины Заканчивая Прибалтийскими странами Включая Польшу Мы должны были Стать частью пояса Этот белорусский выступ Ликвидировать Частично Или Полностью Ну вот на это Сейчас брошены Все силы В Польше Есть тоже Свой Геополитический интерес Есть территории Которые они считают Своими И на это тоже Не жалко никаких денег Не жалко никаких сделок И так далее И тому подобное Я вы знаете Вот вы говорили Про экономику Про планы Про какие-то там Программы Ведь цветные революции Это вообще не про экономику Это не про планы Это не про разум Это не про идеологию Это не про политические программы Это про эмоции У людей создается эмоция Она раскачивается Возбуждается И вот эти самые люди Подогреты этой эмоцией Выходят на улицы Творят вот эти самые вещи Противозаконные иногда Те, которые им не свойственны О которых они через год Через два Через пять Очень сильно пожалеют Но они делают это Под эмоциями Поэтому здесь Самый главный призыв Который звучит От здравомыслящих людей В том числе Из Украины И от студентов Которые обратились На прошлой неделе Украинских студентов И от вас Как от представителя Коммунистической Большой партии Украины Это все-таки Выключать эмоции И думать головой Думать головой О том Что мы делаем В чьих интересах Под чьими указками Через телеграм-каналы Через интернет-сайты Напичканными фейками Пропитанные фейками Призывами И вот этим Постоянным программированием Программированием Этими словами Которые идут Выходите Змахары Чудесные Необычайные Насилие 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 И вся остальная Атачур Которые уже Представляют собой Просто какой-то элемент Лингвистического У нас оппозиция Шла к власти И официально Заявляют Что у них нет Никакой программы Самая главная программа Это сменить власть То же самое По Зеленскому О котором мы говорим Но я хотел бы Поддержать вас И в развитии Того о чем вы сказали Когда Кучма Только был Выступил инициатором Создания ГУАМ Помните же Такое объединение было Мы коммунисты В Украине Просите скажу Криком кричали С трибуны парламента Формируется Балто-Черноморская Дуга противостояния Сейчас только Не замкнутая Была тогда Беларусь Потому что через Польшу Опосредованно Ну Прибалтика Польша и так далее А с точки зрения Усиления противостояния По разрушению Тогда вообще Перспективы Интеграционных связей В рамках бывшего союза Это таком Выпадало Вот тогда мы предупреждали Это сейчас имеет место Потом второе Мы снова говорим О ситуации в Украине Никто не говорит Почему-то не вспоминает А я для белорусских Своих друзей Коллег Товарищей Братского народа Говорю В 95-м году Конгресс Соединенных Штатов Америки Принимает резолюцию 120 Называется резолюция 120 Конгресса По Украине Где записано Украине запрещено Рассматривать вопрос Интеграции Украине запрещено Сегодня Рассматривать вопросы Перспективы развития Промышленности И так далее И так далее Потому что все Давно через приватизацию По сути дела И идти по такому-то Такому пути Расписано Что и как Это только начало было Так называемой Независимости И кто у вас Вот в ближайшей В недавней перспективе Занимался продажей земли Чьи люди Ясно Все занимались Таками В том числе Подписал А теперь посмотрите У нас же все правительства Которые были Вот резолюция в 95-м году Еще в прошлого столетия Принята была О том Как Украина должна действовать Все правительства Украинской Независимой Республики Они подписывали Меморандум с МВФ Под копирку Все написано Украина должна сделать То-то, то-то, то-то Пенсионную реформу Заменили От нас же пошло Это все Такам И сейчас пенсия Уровень пенсии У нас же минимальная пенсия 73 гривны У нас говорится Уже ужас какой-то Такам По пенсионному обеспечению Далее Посмотрите Было записано Изменить трудовой кодекс Такам Да, поменяли У нас сегодня рабочий Я для рабочих говорю Те, которые хотели Вот бастовать И так далее Здесь в Беларуси Трудовой кодекс Украины предусматривает Хозяин главный Хозяин написал директиву Выполняй как закон Далее Профсоюзы не имеют права Тебя защищать Когда тебя увольняют Далее Коллективные договора Практически Которые были основой Взаимоотношений При определении Социальных Как говорится Вопросов Помощи Тому же рабочему Ничего этого не решается Заработная плата Определяется тем же Условно скажем Собственникам Вопросы Медицинской реформы Тоже ж Вопли Простите Вот этих соплей Как пораспускали Вот медицинская реформа А у нас сегодня В селе Нет уже врача Нет среднего медицинского персонала ФАПы Которые фельдшерские Которые фельдшерские пункты Мы создавали Колхозы разрушили А сегодня у нас Монокультура У нас просто зерновая Группа только Животоводство уничтожено Молочная Естественно Такая продукция Вон Польша Или откуда там завозят Дальше Село перестало быть Источником сырья Для перерабатывающей промышленности Я говорю для всех нас Чтоб мы понимали Когда приходят И говорят Без программы Он приходит Так шило на мыло Менять будете Или что вы собираетесь делать А вот как проходит время Правильно наши деды Прадеды говорили Великое Или большое Везется на расстоянии Вот когда проходит время Мы начинаем тогда думать И они в плане того Что ностальгия должна нас спасать Нет Ностальгия должна нам Возвращать память Историческую Которую мы должны Прежде всего Оценивать свои поступки Сегодня И думать Что мы детям отдадим Я в Украине Знаете о чем я говорю Мы обсуждаем сейчас Страшную же проблему По сути дела Будущего Украины Через нашу судьбу Вы пытаетесь И у себя Помочь людям Разобраться Как правильно поступать В 90-м году И в 91-м году У нас в Украине А я тоже отношусь К этому поколению Хотя я занимал Другую позицию У нас же произошло то Что мы предали Дедов и прадедов своих Мы историческую связь С этими поколениями Разрушили Мы националистам Неофашистам Отдали право Сегодня вершить Наши судьбы И переписать историю У нас же каждый министр Приходит И уже у нас новая история В Украине Как пришел новый Гетьман Их по другому Там и назвать нельзя Хотя их На казерских штыках Приводили в Украину Но это же тоже самое Белоруссии родное Касается здесь Поэтому Вопрос сегодня Очень и очень серьезный Все эти доброходы Доброжелатели Это птенцы Из одного гнезда Их готовят По определенным технологиям Их готовят На определенные акции А после этого Приходят те Которые будут делать Совершенно по другому А когда ездит Наш гражданин Украины Я их видел И в Португалии И в Италии И в Греции Я же встречаюсь с теми Которые туда на заработки Вот такими слезами плачет Потому что Здесь мать И детей бросил И матери старухи Некому стакан воды Принесли А он едет туда Гроши зарабатывает А потом Украинский Разгильдя Я не могу сказать Министр или премьер Заявляет Так у нас Вот они перечисляют 12 миллиардов долларов Ежегодно В бюджет Украины Я говорю Ты что Совсем уже совесть потерял Он свою Как говорится Пот и кровь Для того чтобы Заплатить хотя бы За лекарства Или за коммунальные услуги А ты говоришь О том Что ты его выгнал Во-первых туда А на сколько у вас сократилось Население за последние годы Ну сейчас Я думаю Миллионов 30 осталось Из 50 У нас же 20 лет Никто переписи не делает Они просто боятся Эту перепись делать А коль переписи нет То естественно Нет и возможности Сегодня говорить Объективно Тогда по всем Это сложно Не в процентном соотношении А в том Что это выехало Самое трудоспособное Правильно И производительные силы О которых мы с вами говорим Они у нас сегодня Как раз разрушены Для чего оно выехало Для того чтобы Работать в странах Европы Иногда потрачить Полулегально Для того чтобы Европейским пенсионерам За 50 процентов В среднем 40-50 процентов Налогов Которые не платят В европейских странах Было еще выплачивать пенсии Пособия Вот этим новым мигрантам Как бы Проблема желтых жилетов Она проблема Про то что Не хватает Интерес Польши Бюджетов Поляки которые выехали Часть заместили Украинцы Но часть Все равно не хватает Для того чтобы Освоить все инвестиции Которые сегодня Идут в Польше Трудовых ресурсов И кто Белорусы ближе всех Вот вам интерес Польского государства Украина Миллион Интерес Польша 1600 структур Создала Для подготовки Проблемы Реституции В Украине А вы должны Понимать Что у вас Та же самая ситуация О чем я веду Разговор Вы знаете Что у нас Волынская Ровенская Ивано-Франковская Тернопольская Область Закарпатья Это была территорией До 1939 года Не Советского Союза И не Украины Она была территорией Других государств В том числе И Черновицкая Область Румыния Что сейчас делают По тенденции Вступления в Евросоюз Принимается законодательство И оно становится Национальным законодательством В том числе По реституции Так вот Посоздавали структуры Уже специально Зарабатывают на этом деньги Они юридически Готовят документы База чтобы забрать Всю землю В Львовской области В Анафранковской По тем Кто является Наследниками Собственников До 1939 года Та же самая Участь готовится И Белоруссии То же самое По собственности И самое страшное По земле Поэтому очевидным Становится Что у нас просто Раздергивает Весь этот потенциал Чтобы не было Конкурентоспособной А по производителям Силам Вы полностью правы У нас же что происходит У нас на Южмаше Сейчас Заработную плату Вот сейчас Что такое Южмаш Всем известно Это ракетный комплекс Советского Союза Заработную плату За сентябрь Прошлого года Заплатили КБ Южное Было Это уникальный комплекс Это видите Ракеты признаны Во всем мире 10 тысяч было Сейчас тысяча Поставалось Школы Разрушенные Трактора Мы выпускали ЮМЗ Вы помните Для Беларуси Это же понятно Ваш белорусский трактор Очень таком Конкурентоспособен Был на территории Украины ЮМЗ 58 тысяч тракторов Сейчас практически Единицы Если только собирают То есть колоссальное Последствие Я к чему иду Разговору Вот так без программы Поприходили Ля-ля-ля-ля А у него что Рот закрыл Мы часть убрали Спрятано Получил свое То что ему платят Оттуда С центров И никакой ответственности Нет перед белорусским народом Как и у нас Перед украинским В принципе Я хотел обратить внимание Кстати Эти двое Получили вид На жительство В Украине Давайте посмотрим Небольшой эпизод Сначала хотел бы Объяснить Что трое граждан Беларуси Пытались выехать В Украину Это Колесникова Которая каким-то образом Осталась То ли выпрыгнула Из машины То ли ее вытолкали Два молодых человека Туда уехали И дали пресс-конференцию Хихикая всю эту пресс-конференцию Хотя рассказывали О трагических Каких-то событиях Мы смотрели Вот так вот Для них это было Какое-то шоу И вдруг они сказали О том Что у них оказывается С прошлого года Есть вид на жительство В Украине Чем удивили По-моему всех Давайте послушаем Вот Эпизод Из пресс-конференции Да Это правда У нас есть Послитка Тринчасового пребывания Мы ее оформили В конце С Иваном В конце прошлого года В конце октября В ноябре Мы являемся Волонтерами Одной из Некоммерческих Организаций В Украине Которые действуют И в соответствии С указом Работает этот центр По заказу правительства Вооруженных сил США Один из известных Клиентов центра Джордж Сорос Все это было Понятно Очевидно Я хотел сказать О другом Вот смотрите У Колесникова Вид на жительство В Германии Этим ребятам Оформили В конце Прошлого года Подождите И мы должны Четко понимать Что вот эти все люди Пришли Нас покачали Эмоционально То о чем говорил Наш сегодня гость А дальше Нас должны Дербанить И нас будут Продолжать Дербанить Посмотрите Что делает Литовская власть Что делает Кстати премьер Польши И говорят его предки Родом западной Беларуси Вот вам Реституция Обиды Обиды И так далее Вот этот клубок Он сейчас Проявляется потихоньку Наша задача Состоит в другом Увести эти эмоции С улиц С медиапространства И попытаться Скажем так В головы тех Кто сегодня Эмоционально заряжен Вложить какое-то Рациональное зерно К сожалению Для этого Требуется время Почему Так и торопятся Скажем так Наши оппоненты Чем быстрее мы качнем Тем больше людей Будут этому подвержены И тут же Все понятно С теми Кто активничает В этих протестах Это молодые люди Они всегда Более эмоциональны Они всегда Более мобильны И в силу Возраста Менее осмотрительны Ну мы сейчас Мы все время разделяем У нас Мы всегда разделяем Тех людей Которые выходят Это протестная масса Которая с любой стороны А мы говорим Сейчас о людях Которые Это все Организовали Мы совершенно Я как раз и хочу Поддержать И вот развить Вашу мысль В каком плане А я думаю Коминетир дает Вот запад Это такая Лучший образ жизни Это стремление Которое должно быть На западе Правда хорошо живут По разному Кстати По разному живут Так вот У нас в Украине Все эти годы Навязывалась политика Как кажуть Украинскую мову Мэншовартости То есть Неполноценности Истории Неполноценности Поколения Которое совершало Эту историю И нацеливание Молодежи На отказ От истории Своих дедов И прадедов И одно только Западное Может быть Эталоном Для их жизни У нас сегодня Чтобы было понятно Более 50% Граждан Украины Молодежи Не связывают Своё будущее С Украиной Это уже говорит о том Что сформировали Действительно Поколение людей Которым без разницы Что будет с судьбой Отношение к стране Да И отношение к стране Но с другой стороны Есть и положительное Вы знаете У нас проводили Жизж исследования Кто из мировых политиков Каким доверием Пользуется в Украине Наибольшее доверие У Александра Революча Лукашенко У украинского народа 69% Было много Очень всяких Смешных карикатур В украинском пространстве Приходи Приходи Мы сейчас уйдём На рекламу На несколько минут Дмитрий Александрович Говорит Что эти двое людей Через НКО И через вид на жительство Украины Готовили отход Мне кажется Они готовились выиграть Победить Во всей этой операции На этих выборах И прийти к власти Куда страшнее Не то что там Какой-то готовили Отход А в том что Например Когда-то Трампа заподозрили В том что Кто-то из его Администрации Из окружения Контактировал С российским послом Человек едва До импичмента Не довели Чуть ли революцию По-моему До сих пор Полыхает по этому поводу В США А здесь Штаб оппозиции Люди Которые чуть не пришли К власти Сотрудничают С некоммерческой Американской организацией Которая сотрудничает С Джорджем Сорсом Что ещё нужно Объяснять Но поговорим На эту тему Чуть позже Уйдём на рекламу Буквально на несколько минут Продолжаем Клуб редакторов На Беларусь 1 И на Беларусь 24 Продолжаем обсуждать Всё ту же тему Очень много говорили Об Украине Сейчас пару слов Буквально о Польше И Литве О роли этих стран Ну и поговорим О будущем О прогнозах О том Как выходить Из этой ситуации Ну удивительные просто Метаморфозы Происходят в этих странах Мне это больше напоминает Истерику Министр иностранных дел Называет Лукашенко Бывшим президентом Поляки называют Тихановского Официально Официально Президентом Беларуси Дом белорусский Создали В Варшаве Ну просто Неприкрытая Поддержка Даже Лавров сказал Что действия Риторика Вильнюса Уже по-моему Все рамки Мировой дипломатии Разрушила Ну я не знаю Осталось только Наверное Я не знаю Войну объявить Или вот такая риторика Что это такое Я бы градус Вот этот так Не повышал Во-первых Десятый раз Хочу повторить Насколько суверенны Эти государства В своей риторике И политических заявлениях Если они Ну формально Подчинены Брюсселю Во всех своих заявлениях Неформально Мы понимаем Что это Троянский конь Соединенных Штатов Америки В Евросоюзе Это уже все признают Во-первых Во-вторых Атаками на Беларусь На какие-то Демократические проблемы Они создают Так называемое Отвлечение своей аудитории На ложный объект Скрывая свои проблемы Которых у них Выше крыши И в Польше Как прошли выборы Непонятно И проблемы с экологией С аккумуляторными заводами Такими же Как в Бресте И с тем Кракове дышать Литовцы мечтают Беларусь Все-таки И в Литве Таких проблем Достаточно Ну а в-третьих Это уже Не новое явление В истории Ну лжедмитрий Мы проходили По истории Российской И помните Такой персонаж Хуан Гуайдо Не помните А это между прочим Был признанный Евросоюзом И Соединенными Штатами Америки Президент Венесуэлы Где он сейчас находится Кто про него вспомнит Поэтому нужно Немножко Понять Что еще может быть Желание получить Каких-то грантов От добрых американцев У которых дефицит бюджета Три триллиона И непонятно Чем закончится выбор И какой революции Тоже сейчас урвать Как урывает Польша Им тоже бы хотелось Если сложить Все эти составляющие В единый пазл Может быть Будет понятна Картина мира Что происходит сейчас В этих странах И в том числе В вопросе Отношений с Болгойсом И нужно понимать Что Вот страны Даже Скажем Которые были Восточноевропейские Когда-то социалистическими Там тоже нет Единой точки зрения И единой позиции Сегодня утром Чешский премьер Сказал Что он не будет встречаться С Тихановской В рамках Вышеградской группы Куда польский премьер Ее просто Впихивает Скажем так Той же позиции Придерживается Словакия То есть Какие-то интересы Польши Это не значит Что их будут разделять Другие страны Евросоюза Хотя Линия давления На белорусское государство Ими всеми Будет однозначно Выполняться И поддерживать Скажите У нас не было Разве оснований Не признать Победу Порошенко Где половину страны Не участвовало В выборах Вот вопрос как раз И заключается в том С какой целью Это делается В части того Что они являются Сателлитами Американской политики И Таким Плацдарм Для европейских заявлений В Европарламенте И так далее Это все очевидно Но ведь Их сигналы Идут Прежде всего На белорусское Общество Для того Чтобы Первое У тех Кто не понимает Что происходит Сеять Недоверие И сомнения В реалии Того процесса Который у вас Был Выборы А я считаю Что у вас Абсолютно Выборы Прошли В соответствии С теми нормами Закона Которые Предусматривает Белорусское Белорусское Законодательство А с другой стороны С другой стороны Они безусловно Усиливают сегодня Посылы К тому Что надо радикальнее Еще действовать И я очень Вот принимаю Участие в вашей передаче Очень прошу Всех Кто думает Над тем Как дальше Будет жить Белоруссия Понимать Что следующий этап Внешнего влияния Воздействия Будет нацелен На радикализацию На радикализацию На кровь А вот обратите внимание Вообще не вспоминаем Про выборы Вам не кажется Что все равно Как бы прошли выборы Вот как в Украине было Там же оставалось Совсем немного до выборов Понятно было Что Индукович их проиграет Вопрос стоял в том Что нужно было Кардинальным образом Развернуть страну В другую сторону А лучшее средство Лучший способ Это сделать Это через Майдан Когда прострелятся Конечно И в данной ситуации Я еще раз хочу подчеркнуть Если бы они Действительно Как сделают заявление Что якобы Ну так Фальсификация Была выборов То они бы Изначально Занимались Подготовкой контроля За выборами И все сделали Чтобы были наблюдатели Чтобы фиксировалось Как Каким образом Но это Ничего не было сделано Мы же предлагали Ну они сказали Правильно А этого не требовалось Этого не требовалось Формировалось общее представление Что якобы Вот именно Под предлогом того Что длительное время Пребывает в должности Президента Александр Григорьевич Это будет мотивацией Для недоверия К тому Что таком Было в результате Выбора Социальная иллюзия И люди стали выходить Еще до закрытия Избирательства Конечно Но первый тревожный звоночек Был когда Европа Отказалась приехать Сославшись на то Что наблюдается Все это в звенье одной цепи Мы не должны иллюзиями Тут Мы сегодня должны понимать Что то что у нас Произошло Происходит И будет происходить Это Очень хорошо Подготовленная Заранее Прописанная Довольно Существенно Финансированная Акция Да Которая направлена На лишь одно Поменять Как вы говорили Развернуть кардинально Страну Да Вот это надо Четко понимать И воля белорусского народа В данном случае Ну что тогда в Украине Мешало провести выборы Там через какой-то Через полгода По-моему Там его братья У него рейтинг был Там меньше 3% Понимаете Иван Михайлович А вдруг бы выбрали А вдруг бы выбрали Лояльного человека Вопрос же еще Вот снова возвращаясь К той же Европе Я ведь был участником И я некоторые Таком нюансы Буквально пару секунд Когда только появился Этот проект договора Между Януковичем И оппозицией Мы Я попросил Чтобы спикер парламента Собрал нас Руководителей фракции И по крайней мере Проинформировал Это мы вначале встречались У рыбака Рыбак Владимир Васильевич Был спикером парламента И когда все это посмотрели Я откровенно сразу говорю Владимир Васильевич Я прошу Пускай вот 3 Представляющих оппозицию Встанут и скажут Что они будут выполнять это Никто из них головы даже не поднял Януковича обманулись Кто не собирался выполнять Это во-первых Во-вторых Я хочу обратить внимание На доброжелателей Из Европы В ночь Они ведь все послы Сбежали оттуда Министр иностранных дел Я задаю вопрос Саймайеру Сейчас ты президент Германии А ты отчитаешься Перед украинским народом Что ты взял гарантии О мирной передаче власти Там же в декабре Должны быть выборы Вы же сбежали И дали как раз Карт-бланш На физическое насилие И применение Поверьте Кто не знает этого Мои же товарищи Мы через строй проходили Когда битами били Женщин депутата Верховной Рады Это все нацики Они тут красиво рассказывают Как только Они почувствуют Свободу И силу свою Они все сделают Чтобы задавить Любое инакомыслие И укрепить ту позицию Которая реально Я вот ничуть не сомневаюсь Что то виртуальное насилие Которое сегодня есть В отношении милиционеров Журналистов Журналистов Оно тут же будет Станет реальным К сожалению Обязательно Вот у меня даже нет Ни тени сомнений Это надо четко понимать Последствия всего этого Политика-политика Есть же простой народ И в Польше Кстати мы в выпуске Новостей показывали Мнение простого народа Который говорит Отстаньте от Беларуси А я направляю сюда Программу просто Сделай просто Беларусь, Литва И нажал на новости И вот какая новость Выскочила Литовские дальнобойщики Испугались возможного запрета На транзит грузов Через территорию Беларуси Подобные слухи Показывают уровень нервозности В литовском обществе Из-за белорусских событий Литовский бизнес Посылает властям сигнал Остановите Что вы делаете Мы зависим От экономических связей С соседом Вы бьете по нам Когда вмешиваетесь Во внутренние дела Беларуси Но официальная Вильнюс Интересы собственно Литвы в Йоге Геополитических играх Не интересует Ну мы же Сейчас ведем речь о том Чтобы развернуть Поставку нефтепродуктов Там же и калийное удобрение Клайпеда на треть Зависит от нас Ну у этого всего Тоже экономические последствия Будут пострадать Вы понимаете Есть мышечная память Да Вот мы четко должны понимать Что у прибалтийских стран Есть мышечная память Дотации Евросоюза Сейчас их убрали И они ожидают Следующих дотаций Ведь это проще Чем выстраивать экономику Простите Вы сами делали фильм Судьба гигантов Где вы Зайдите во дворы в Йоге Помогли им дотацию Отремонтировать Мышечная память Вы помните А то сколько вложено И прежде всего Соединенные Штаты И в Польшу Это просто Астрономические цифры С точки зрения Беларуси У меня дискуссия была С Квасневским Я его все знаю По комсомолу Александра Он работал в комсомоле В Польском И когда избрали же А у него Жена родственница Одного из Высокопоставленных Чиновников Соединенных Штатов Америки И когда он начал Рассказывать На каждом И он приезжал к нам В парламент Выступал в Украине Вот мы Тут прорыв Такой экономической реформы Говорю Саша Извините Я не фамильярничаю Просто мы же Давно с ним знакомы Значит я говорю А сколько тебе Американцы Скостили долгов Орю 70 миллиардов долларов Чего тебе списали Говорю На секундочку Чтоб ты такой Как говорится Умный и красивый был Так мы не случайно Мы сейчас Расхлебаемся Потому что В результате того Что ободрали Как липку Украину На Беларуси Сейчас рот открыли И тут понятно Что мы с вами Говорим сегодня Но Вы понимаете Если мы сейчас Думаем о будущем В перспективе Я всегда был сторонником Интеграционных процессов И как можно Быстрее найти Путь к объединению Между Россией Беларусью И Украиной Я в свое время Предлагал Вот у нас труба Это так же Как сейчас По северному потоку И то что Труба через вас Идет А у нас же Сколько было Этих всяких разговоров Я и Кучми предлагал И руководство России Говорю Да межгосударственный Холдинг Создайте немедленно Как прообраз Того же ЕС Который формировался Тогда Европейская Экономическая Да И стали Постали это Говорю Давайте создавать То что будет нам Помогать Постали Малятостроение Сейчас заводы Поуничтожали Антоново Ну Антоново И Харьковский Кстати Авиационный завод Я у вас был На 407 заводе Дорогие мои И 410 наш Авиаремонтный завод И вас 407 Площадку отсюда Вывели Построили новая По сути дела Площадка Рабочие места Технология современная Там у вас Специалисты сохранились Да И специалистов Да Меньше стало Понятно Потому что уже Новые технологии А у нас что Задворки такие Клоповники Что уже диву даешься Иногда думаю Как люди еще терпят Вот это издевательство Которое по сути Каждый день Приходя на работу Он испытывает С одной стороны Этот за человек Его не считает За быдло же У нас считает Сегодня рабочего Вот в чем трагедия Почему я с такой болью Говорю И изъявил желание Принять участие Потому что надо Говорить о нашей судьбе У нас одна общая история И должна быть Общее Общее будущее Я все-таки Про мышечную память Это было бы очень Актуально услышать Потому что в середине Прошлого десятилетия Когда прибалтийские страны Вошли в состав Европейского союза В шенгенскую зону Там Когда получали гранты Особенно на сельское хозяйство Дешевые кредиты Гранты заключались в том Чтобы ничего не сеять А получать дотации Для тех кто не помнит Когда все развивалось хорошо И вдруг в одночасье Там в восьмом Девятом году Все прекратилось Помните что за митинги Были в Вильнюсе В девятом году Перед парламентом И потом они пошли К Дому правительства И как их жестко разгоняли В том числе были пострадавшие Для Литвы Для демократической страны После событий 91-го года Это впервые были Такие жестокие подавления Вы помните Чтобы были цепочки солидарности Чтобы Даля Грибоускайта Стояла с цветочками Или какие-то осуждения Со стороны Беларуси Или других стран соседок Такого не было И еще одно важное дополнение Почему не вмешиваются Большие европейские страны Я еще раз хочу напомнить Что последний саммит ЕС Который состоялся Пару недель тому назад Он закончился очень плохо И вот эти непреодолимые разногласия Которые были между гигантами Макроном и Курцем Между Рюте и Конте Между Рюте и Орбаном Они закончились ничем Люди вставали, хлопали дверью И расходились Последняя социология Делает очень тревожные маркеры Для европейского правительства Европейское руководство Находится не в контакте с проблемами Лучшие времена Евросоюза Они в прошлом И европейские граждане Вообще не понимают Что происходит И никакой помощи От своих правительств Они не видят Это серьезные маркеры Которые ведут Вы знаете сами к чему И первые позывы Вот эти тревожные звоночки Мы видим уже и в Берлине И в Париже И в других европейских городах Это не просто так Так все происходит Поэтому они сейчас Очень осторожны И очень сдержаны В высказываниях В отношении Беларуси Они не хотят пошатнуть Ту экономическую Малую зависимость Это общая наэлектризованность Может будем рассказывать У нас тут были целые скандалы Рестораторы выступали Что посмотрите Европе помогают Людям от коронавируса Я хочу сказать Мы снимали серию репортаж В том числе о белорусах Которые держали рестораны В европейских странах Такое хочу сказать Что они возвращаются В Беларусь Не смогли они выйти Из этой ситуации Никто там не помог Максимум Покрыли какие-то долги Частично Которые были Завершилось Это закрытием бизнеса Ну спасибо Что пришли к нам Сегодня в студию А можно одну фразу Буквально еще Потому что Как мы говорим Можно даже целое обращение Конечно И вопрос Что надо делать Что надо делать На будущее Что будет дальше То что Экономическую интеграцию Это надо делать Политическую То же самое Определенные уровни Искать для того Чтобы она была Потому что Это залог того Что экономическая интеграция Будет стабильная На перспективу Но Я о чем бы хотел Вот попросить Я нас со стороны Снова наблюдаю Из Украины Но как человек Который переживает За процессы Беларуси Я бы сегодня Учитывая Что молодые люди О чем мы говорили На уровне эмоций Мышечную память Восстанавливая Хотел бы Чтобы мы сегодня Понимали Если у матери От ее пуповины Оторвали ребенка И он идет Для того чтобы Через год Через два Не дай бог что-то произойдет Перевернут Что мать потом Не будет знать Куда себя девать Я сейчас хотел бы Попросить Вот старшее поколение Поговорите с детьми Объясните им Верните Вот через свою Социальную память Их реально на землю Потому что Да Сегодня средства Коммуникации Современные Они нужны Но они ведь И для других целей Используются Для того чтобы Уровень подсознания Был настолько низким И потребности На уровне Утробы Были у них И вот по приколу Молодежь идет А это трагедия Поэтому я бы хотел Чтобы мать И отец Сели рядом Со своим сыном И дочерью И поговорили Потому что Если это Разрыв уже произошел И младшее То есть молодое Поколение Видит совершенно В другом будущее Он бросает Со своими проблемами Отца и мать Прежде всего И отец и мать Не должны сегодня Допустить того Чтобы их ребенок Он же через 10 Локти всех будет кусать А лучше сейчас Вот Всю ответственность Проявить Уходит Давай посидим Я тебе сын Или дочь расскажу Давай подумаем Что ты хочешь Ради чего ты идешь Чего ты в цепочке Ити становишься Какие цели Ты ставишь Как ты видишь Что ты реализуешься Здесь в родной Беларуси Это непростые вопросы Но здесь Надо восстанавливать Сегодня ответственность Общества За то Какое будет Молодое поколение Которое приходит На смену Это первое Второе Я бы очень хотел Чтобы трудовые коллективы Прежде всего понимали Сегодня очень важна Роль трудовых коллективов В сохранении стабильности В государстве Беларусь И очень важна Роль руководителя Этих трудовых коллективов Если кто-то из них Сегодня ждет И думает Я сейчас отсижусь Подожду Да придут другие Сейчас начнется Реформа Приватизация Я что-то там себе Прихвачу И так далее Наивные эти руководители Это те люди Которые не будут Думать о том Что его предприятие Ну через год Через два Его же уничтожат Я знаю Это все проходили Родной Донбасс Кровью мне отдается Это я сам горняк И работал же в Донбассе Кровью это все отдается В душе Потому что уничтожили Практически Донбасс По 200 миллионов тонн угля Мы добывали Сейчас и 30 миллионов тонн Не добывают А в каких условиях горняки Сегодня приходит Каской стучали Тогда Я выступаю перед обкомом партии Когда у нас митинги эти были Я в 90-м году Предупреждал Говорю Дорогие горняки Подумайте Ради чего вы пришли У нас тогда Что подняли Из обостовки Чтобы было понятно 8 масложиркомбинатов Закрыли на капремонт Мыла не было Хозяйственного в шахте А ему выйти из шахты Помыться Нечем было И пошли бунтерей Все это переворачивать Я их предупреждал Вышел У микрофона Публично говорил Сейчас говорю Ты каской стучить Придет время Головой стучать будешь Ничего не добьешься И сейчас приходит Только дай мне зарплату Ты мне 3-4 полгода не платил И ходит таком Просит Да ты главная Сегодня Сущность вот этого государства Ты рабочий человек Производишь материальное благо Для будущего своей страны Да к тебе должны все приходить И кланяться И спрашивать каждый день Как ты живешь Что тебе еще надо сделать Поэтому я хотел бы Вот чтобы меня услышали Родные белорусы Время тревожное Время решений Время ответственности И просто так Это не прокатит Как говорит молодежь Это все так Не пройдет мимо И кто думает сегодня Что у нас сидится в хате О чем я здесь В этой же студии говорил Крайние хаты Горят первыми Заполыхает Беларусь Тут потом Я почему так строго говорю Украине же аукнется В первую очередь То же самое И так Украина Хоть как-то там Интеграционные связи Поддержала В том числе с Россией Благодаря тому Что вы обеспечили Поэтому я приношу извинения Что задержал Но просто боль на сердце Не дает мне возможности Промолчать Спасибо Спасибо У нас в гостях Был Дмитрий Жук Владимир Перцов Петр Симоненко Спасибо большое Что участвовали В этой беседе Увидимся в клубе редакторов Ровно через неделю До свидания Редактор субтитров А.Семкин